по работе значит у нас там несколько культур, у нас кукуруза подсолнечник, сворга, которая в отличном качестве, выглядит прекрасно, и соя, представители многочисленных химических компаний тоже выступят, хочу пожелать вам хорошего трудового дня и нам в том числе. Здесь у нас представлен сорт Фавор, его основная характеристика в том, что это полудетерминатный тип, то есть он низкорослый, также он достаточно технологичный, потому что высокое крепление боба на 11 сантиметров где-то, ну это усредненно скажем так, так, от условий выращивания это тоже зависит, при высоте растения, я вам говорю устремленные цифры, 75 сантиметров высота растений, как бы по многолетним наблюдениям, боб на 11 сантиметрах находится, он благодаря своему полудетерминатному типу развития, он устойчив к полигонию и бобы устойчивы к растрескиванию, содержание белка, как я говорил, достигает 40 процентов, по жиру 20 процентов, остальные предлагаемые нами сорта, коллектор, композитор, говернер, также относятся к этой гибрид. Это гибрид Аргентик, Аргентик СУ называется, вот гибрид для технологии Экспресс, имеет отличную устойчивость к заразихе, вот ввиду того, что у него и отец и мать имеют заразихоустойчивость, гибрид высокомасличный 50-51 процент, вот, кроме содержания масла, он порадует фермера еще и его качеством, этот гибрид, высокоалийновый гибрид, вот, содержание алийновой кислоты достигает 91,5 процента, гибрид имеет отличную устойчивость к болезням, вот, в частности, у него отличная устойчивость к ложной мучнистой росе. Гибрид средне-ранний, ой, среднеспелый, извиняюсь, гибрид среднеспелый, да, у нас два среднеспелых, этот и Оазис как раз. Гибрид подходит для выращивания по интенсивной и средне-интенсивной технологии. За сухой вы говорили устойчивость? Да, он засухоустойчивый, ввиду того даже, что вот у него хорошая устойчивость к болезням, у него листовой аппарат у него все время остается зеленым, долгое время остается зеленым, и фермеры боятся даже его убирать, начинать, потому что, ну, проезжает мимо агроном, да, а он стоит зеленый, они думают, что он сырой, а на самом деле листовой аппарат зеленый, а корзинка уже сухая, семечко уже высохло, он готов к уборке. Следующий гибрид, гибрид Оазис, это наша новинка, имеет гибрид отличную устойчивость к заразихе, ввиду того, что и мать, и отец у него были заразихоустойчивые. Гибрид имеет отличную устойчивость ко всем заболеваниям, гибрид не болеет, устойчив к ложной мучистой росе любых раз. Гибрид среднеспелый, любит интенсивную технологию, но подходит для выращивания и по средне-интенсивной технологии. Также прекрасный аппалеон, видим, корзинка набрана, все у него хорошо. Болезни нет, не высыпается правильно. Кто-нибудь, кстати, знает, сколько вообще семян бывает в корзинке подсолнечника? Хотя бы предположить. До 2000 бывает зерен в корзинке. Сегодня компания БАС также принимает участие в этом днеполе. Вы знаете, что лозунг компании БАС это сейчас не просто продажа средств защиты растений, а решение для сельского хозяйства. Для того, чтобы культуры сохраняли свое здоровье и у них не было конкуренции ни с болезнями, ни с сорнями растений, здесь мы представили технологии даже целые. Вот в данном случае на кукурузе наш хорошо зарекомендовавший себя продукт гербицид стилар плюс. Вы можете посмотреть, насколько чистые посевы без конкуренции с сорняками. Вы знаете, что у компании БАС есть система Clearfield Plus. Она подразумевает гибриды под эту технологию и продукт Eurolighting Plus. Здесь, в общем-то, представлено три больших темы. Это кукуруза, подсолнечник и соя. На подсолнечнике Eurolighting Plus фунгицид Архитект и Пиктор Актив. Архитект у нас это фунгицид с роторегулирующим инфектом. На сои здесь представлен гербицид Corum, а также продукт Ceriax Plus. Мультипродукт, он идет на 12 культур. В общем-то, у нас на юге он нашел большое распространение. И здесь каждый сельхозтоваропроизводитель может под себя найти любую систему. В нашем портфеле достаточно широкий выбор препаратов, средств защиты. Не только зерновых, но и зернобобовых культур. Также на технические культуры представлены препараты. И вот на этом участке была применена наша схема. Она довольно-таки новая. Касаемо этой делянки, с чего все началось. Протравитель Delet Pro пол-литра на тонну. Дальше инокулянт. Вот вы сейчас наблюдали образование клубниковых бактерий. Это как раз-таки помощь инокулянта. Далее, после того, как растение взошло, в фазе 3 тройчатых листа была непогода. Чуть-чуть затянулись обработки. В рекомендации идет 1-3 тройчатых листа. Но здесь применили уже, так сказать, в крайнюю стадию 3 тройчатых листа. Препарат, опять-таки повторюсь, новый препарат Корум. Корум это наша новинка. Его уникальность заключается в том, что он максимально безболезнен для сои. То есть соя практически его не чувствует. Также у него имеется регистрация на горох. Препарат идет совместно с активатором. Активатор DASH в пропорции 2 к 1. Вот дозировка 1,8 плюс 0,9 активатора. Состояние на момент обработки, я думаю, вы себе представляете. Как это весна, дожди и все. Тем не менее, достойно препарат справился. Вот этот проход насквозь. Это как раз именно здесь было отработано Корумом. По сорной растительности вопросов практически нет. Что-то там есть. Также добавлю, он обладает некоторым почвенным действием за счет входящего в состав имазомокса. Далее, следующий этап защиты сои. Это защита фунгицидом от болезней. Препарат, не имеющий на сегодняшний день аналогов. Цериакс плюс. В препарат входит 3 вещества с разных химических классов. Это триазол, карбоксамид и стробиурин. То есть, синергизм всех этих трех действующих веществ помогает эффективно бороться с заболеваниями. Как и профилактически, так и уже по первым признакам болезней. Обработка цериаксом в дозировке 0,6 литра была проведена перед началом цветения. Вот это было примерно 12-15 июля. Прошел уже месяц. Ну и как бы вы видите, ничего такого горящего мы не наблюдаем. Растение зеленое вплоть до нижнего яруса. Мы привезли сюда новинку. Это Архитект. Он у нас два года на рынке, на российском. Что это вообще такое? Что с ним надо делать? Это рост регулятор-фунгицид на подсолнечнике. То есть, там два ДВ. Это работает по рост регуляции. Одно пирогластрабин – фунгицидное действие. Все это замешивается обязательно вместе с сульфатом аммония турбо. Два к одному. В растворе ничего не должно быть, кроме архитекта, воды и сульфат аммония. По поводу рост регуляции. На что оказывают эти два ДВ? Во-первых, улучшается архитектоника растения. Корневая система становится больше. Она уходит в ниже. Что это дает? Это дает корзинку. Она становится более выпуклой и более исполненной по семенам. Уважаемые коллеги, данный массив кукурузы обработан новым послевсходовым гербицидом от компании BAS Stellar Plus. Этот гербицид пришел на смену гербициду Stellar. Некоторые из вас даже его применяли в своих хозяйствах. Как вы помните, в гербициде Stellar в комплекте шла канистра с прилипателем Dash. Мы изменили формуляцию и теперь прилипатель включен в состав препарата. Все идет в одной канистре, что конечно очень удобно. И несмотря на то, что действующее вещество осталось тоже, те же 160 грамм декамбы и 50 грамм топромезона, эффективность препарата повысилась. И теперь максимальная доза его применения составляет 1,2 литра на гектар, в отличие от 1,5 в препарате Stellar. Ну, минимально, соответственно, осталось литр. Применяется он в период, когда кукуруза находится в стадии от 3 до 5 листьев. Как вы видите, до сих пор кукуруза остается чистой, очень эффективный препарат. Я вам его рекомендую использовать в своих хозяйствах. Причем его можно использовать не только на багаре, он очень хорош на орошении, потому что у него есть некоторый почвенный эффект, который позволяет сдерживать следующие волны сорняков. Есть небольшие ограничения по севообороту, но они в основном касаются бобовых культур и сахарной свеклы. Все остальные культуры можно сеять без ограничений после его применения. У нас очень хорошо, можно сказать, на российском рынке мы занимаем первое место по производству крупяных гибридов. В нашей линейке 6 крупяных гибридов, которые ни в одной компании нету столько. 1-2 кремнистых гибридов, которые предназначены на крупу, на детское питание и на возможные сейчас крупяные. Как мы видим, если зайти в некоторые магазины, супермаркеты, мы увидим, все сейчас пошло с кукурузы. Чипсы кукурузные, хлопья кукурузные, палочки кукурузные, снеки, батончики протеиновые, там везде примесь кукурузы. Так вот откуда эта кукуруза? Это может быть даже из наших гибридов, потому что я общаюсь с многими, я разбиваю это направление крупяное. По всей России, от Перми до Ставрополья есть несколько, можно сказать, десяток крупяных заводов, которые нуждаются в этом сырье. И в частности, с последними условиями, связанными, да, теперь у нас только своя кукуруза, свое сырье, с которым мы делаем это все. И в частности, очень большой помощник в этом направлении, наш гибрид Гри-Гри. Крупя нового назначения, как мы видим, у него початок, вот я уже срывал, максимально крупный, масса тысячи достигает до 360 грамм. То есть у него обычно малое количество рядов, но самое крупное зерно из всех наших гибридов, где очень хорошо отделяется зародыш, максимальное количество выхода крупы на нем 62-64%. Наши переработчики всегда ищут в первую очередь этот гибрид. Он технологичен за счет того, что у него белая, как мы называем, кочерыжка, да, нет красных прожилок, краплений. Он идет на детское питание и на всевозможные вещи. В том году, скажу, цена у нас на Ставрополье доходила до 19 500 за зерно, которое без микотоксинов. Ну, с чего начнем? С чего начнем? С того, что вот многие удивляются, почему она такая зеленая сейчас стоит, да, если посмотреть где-то вот рядом, если она не такая зеленая. Может быть, разный срок сеяла, да, здесь 23 мая мы сеяли, но и плюс в том, что у нас, если вы получали такие книжечки, каталоги, да, там у нас вы видели обработка Boost&Go. Что это означает? Это новое решение от компании LIDEA. Кроме традиционного фунгицида и инсикицида, там добавили еще несколько вариантов и решений. Первый – это биостимулятор. То есть, мы однократно испытывали его на Севе, как называется машина времени, 4 банки без стимулятора, ну, без этой обработки, 4 с обработкой. Вот, что дает данная технология? Биостимулятор, в частности, улучшает развитие корневой системы и, в частности, быстрее старт и однородность всего посева. Второе – то, что в инкустацию семян входит еще комплекс микроэлементов – цинк, марганец, медь и магний. Это одни из самых важных элементов, как вы знаете, для кукурузы. Но здесь давали не в плане того, что питание, да, это микродозы, а в плане старта для кукурузы быстрее развитие, быстрее энергия улучшается и тогда получают однородные всходы. И третье направление – там добавлен, как сказать вам, улучшение текучести семян. Специальное покрытие, которое, независимо от сеялки, да, Водерштат, проверяли неоднократно, кинза, без добавления других спецвеществ. Текучесть семян улучшается, за счет этого норма высева, даже на Водерштате есть у нас на сайте результат этого. На 3-4% улучшается норма высева и распределение семян в ротке. Добрый день! Позвольте продолжить наше профессиональное общение на опытных делянках японской компании Sumiagro. Ну, все мы знаем эти сложные погодные условия, да, непредсказуемость погоды, изнуряющая засуха, постоянный непрекращающийся сезон дожди, деградация почв, снижение элементов, которые ежегодно более агрессивно оказывают влияние на семена и всходы. Но, имея правильные инструменты, инновационные технологии и правильную экспертизу, мы можем помочь нивелировать все эти процессы. В связи с этим на опытных делянках было заложено 3 иммуно-модулирующих, иммуно-стимулирующих препарата. Это Амалгерол Эссенс, Макс Райс и Мика Аплай. Мика Аплай – это симбиоз эндомикоризных и экзомикоризных грибов. Они увеличивают поверхность корневой системы, более глубокое проникновение. Этот препарат им работает, когда это зоны с повышенной засухой, где очень сильное засоление почв. Препарат Амалгерол Эссенс – это наш флагман, который мы очень любим. Это действительно препарат, который помогает нам в этих сложных условиях. За счет содержания в своем составе такого вещества, как альгинат, он способен удерживать влагу в семени, что очень актуально в период схода, в период прорастания, когда просто нехватка влаги, чтобы набрать свои жизненные процессы. Он увеличивает энергию прорастания, всхожесть семян. Также в составе есть органический углерод, который улучшает микробиоту почвы, увеличивая гумус в наших почвах. Мы знаем, что сейчас сильно идет деградация. Также оптимальное количество микро- и макроэлементов. Также содержит в своем составе аминокислоты. Мы понимаем, что сейчас аминокислоты просто необходимы. Нам нужна постоянная регенерация, интенсивная регенерация клеток из-за этих стресс-факторов, которые сейчас вызваны очень огромным количеством причин. И применение амалгерола показывает высокоэффективные результаты не только в предпосевную обработку всех культур. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...